Очень интересно узнавать Рим, но еще интереснее знать его. Рим не исчерпаем, не только потому, что каждый раз здесь можно найти что-то новое, но и потому, что по пройденным дорогам, узким улочкам и тропинкам можно пройти еще много-много раз и увидеть их с другой стороны. Даже живя здесь, невозможно присытиться этим городом. Я каждый раз с волнением бегу навстречу с ним, как на первое свидание. Гуляю, и каждая моя прогулка по вечному городу мне кажется неповторимой. И в каждой прогулке от начала и до конца, даже в каждом шаге, новый смысл, новые идеи и новые открытия. Я вновь приглашаю вас на прогулку по вечному городу. Мы поговорим сегодня о фонтане Моисеи, улице Четырех фонтанов, зайдем в церковь Сан-Карлино, в которой работал Боро Мини, в церковь Сан-Андрея, в которой любил бывать в Бернине. Он подолгу засиживался там и восхищался своей работой. И закончим прогулку на Монте-Кавалло, на Лошадиной горе. В самом начале правления папы Сикста V в Рим поставлял воду только один древнеримский акведук – Аквавирго. И папа решил восстановить другие древнеримские акведуки, в том числе и Аквафеличи, чтобы вода поступала в эту часть города, но и, конечно, на его виллу, которая находилась по соседству. Папа хотел, чтобы этот фонтан восхвалял его, и люди запомнили, что во время правления Сикста V был восстановлен Акведук. И ему это удалось. Почти половина высоты всего фонтана представляет фамильный герб папы, который поддерживают два ангела, и огромная надпись, в которой упоминается Сикст V. Доминика Фонтана был архитектором и ответственным за работу, но скульптуру Моисея и панели в нише делали другие мастера. Доминика Фонтана разделил нижнюю часть на три равные ниши, поставил четыре колонны и четыре египетских льва. Когда фонтан еще не был достроен, и многие фигуры еще надо было завершить, у полуготового фонтана уже стояли два льва египетского фараона. Они датируются IV веком до н.э. В Риме они сначала украшали храм Исиды. В XV веке при раскопках у пантеона львы были найдены и сначала были установлены у пантеона, а потом их перенесли сюда, к фонтану. В XIX веке оригиналы египетских львов перенесли в музей Ватикана. Сейчас здесь находятся их копии. В центральной нише находится большая бородатая статуя Моисея, которая дает фонтану еще одно название – фонтан Моисея. Моисей – это библейский пророк, который источил воду из камня. Если хорошо присмотреться, огромная статуя Моисея немного непропорциональна. И в день инаугурации народ подметил, что Моисей нахмурился из-за того, что был создан таким неумелым скульптором. Ну и, как всегда, на говорящей статую Пасквину появились сатирические стишки Пасквинады, высмеивающие Моисея и скульптора. Этого Моисея сравнивали с Моисеем Микеланджело, который находится в церкви Сан-Пьетро Инвинкули. Папа очень торопил с завершением фонтана, общий вид впечатлял. Но когда в нишу был поставлен Моисей, все заметили, что статуя низкая. И более того, одним пальцем он указывает на источник воды, а другой рукой держит стрижали с десятью заповедями, которые он по Библии получил позднее. Но со временем Моисей оставили в покое и забыли про него. Что касается автора Моисея, то, согласно легенде, он умер от боли после критики народа. В боковых нишах на больших панелях изображены библейские эпизоды, связанные с водой. Напротив фонтана находится церковь Санта-Мария Делла Виктория, церковь XVII века. Я советую вам обязательно туда зайти. Сегодня после Мессы ее почему-то сразу закрыли. Из-за карантина даже церкви работают по какому-то другому расписанию. Так вот, в этой церкви есть сокровище. Скульптура, автором которой является Джан Лоренцо Бернини. Экстаз Святой Терезы. Удивительной красоты скульптура. Продолжаем наш путь по улице 20 сентября и идем до перекрестка с улицы Четырех фонтанов. В верхней части улицы к четырем углам домов пристроены четыре фонтана, которые дали название нынешней улице. Улица Четырех фонтанов. Виа де ле Куатро фонтаны. По этой улице вода с акведука продолжает движение на холм Кверинал. Четыре фонтана были заказаны папой Сикстом Пятым по проекту архитектора Доминику Фонтана. Папа изначально хотел, чтобы на перекрестке были поставлены четыре статуи святых. Но в итоге два фонтана изображают божеств древнеримской мифологии Юнону и Диану и два фонтана являются аллегориями Рек, Тибра и Арну. Все четыре фигуры лежат на боку и перед каждым из них чаша, которая наполняется водой. Работа над фонтаном заняла почти шесть лет. После смерти Сикста Пятого за это время сменилось еще четыре папы. Следует отметить несколько деталей четырех композиций. В фонтане с Юноной расправляет крылья павлин. Это любимая птица богини. А в фонтане Тибра мы видим волчицу, которая выходит из пещеры. Рядом близнецы Ромул и Рэм. На фонтане Дианы изображены знаки отличия папы Сикста Пятого, замаскированные украшениями. Вода льется с трех небольших гор, на которых Диана опирается локтем. А на краю фонтана звезды и голова льва. Этот перекресток еще известен тем, что с него одновременно можно увидеть три обелиска, которые находятся в разных направлениях. А теперь давайте зайдем в церковь, которая находится на перекрестке улицы четырех фонтанов. Церковь Сан-Карло-Аликуатро-Фонтаны. Ее еще называют Сан-Карлино из-за ее небольшого размера. Говорят, что она такая же большая, как пилон купола собора Святого Петра. Пилон – это столб, который служит опорой для купола. Эта маленькая церковь – настоящий шедевр, автором которого является Франческо Боромини. Именно с этой церкви Боромини начал самостоятельный путь как архитектор. И потом, через 22 года, он вернулся сюда, чтобы закончить эту церковь. И так получилось, что это было первое и последнее место, где он работал самостоятельно. Франческо Боромини – самая яркая и оригинальная фигура барокко в Риме. Он был достойным соперником Бернини, о работах которого я часто рассказываю вам. Вот только талант Боромини был поздно замечен. Он был замкнутым, одиноким и разочарованным себе человеком. И в состоянии кризиса покончил жизнь самоубийством. Он родился в 1599 году в Ломбардии. С юных лет увлекался искусством и архитектурой, провел несколько лет в Милане, а потом решил приехать в папский город Рим. Он приехал в Рим, когда ему было 20 лет, и остался в нем до конца своей жизни. Благодаря дяде Карло Модерно Боромини нашел работу каменщиком в соборе святого Петра. Он работал в основном над декоративными элементами. Франческо Боромини был почти самоучкой, но он восхищался работами Микеланджело и тем, как в его душевных муках рождались идеи их создания. Когда Модерно умер в 1629 году, он продолжил работу с Бернини, став его главным помощником. Но это были непростые отношения. Боромини замечал недостатки в работах Бернини, а его успех причинял ему огромную боль. Успех Бернини был основан на том, что он умело владел техникой. А Боромини мучительно искал свою неповторимую технику, которая частенько его не удовлетворяла. Своего творчество прошло в поиске и тревоге, что стиль его работы не примут. Бернини чувствовал себя богом в архитектуре, а вот Боромини был похож на человека, который молится о спасении. Эти два великих архитектора по-разному видели стиль барокко, и оба смогли превратить архитектуру во что-то неповторимое, уникальное и новое. Вместе они проработали около пяти лет. По причинам того, что они не смогли найти общий язык, скульпторы расходятся, и каждый идет своей дорогой. Про совместную их работу в соборе Святого Петра мы поговорим в другом видео. Но можно сказать, что именно с этого момента начинается соревнование между двумя титанами того времени. Если Бернини считали папским скульптором, они платили ему очень хорошие деньги за работу, то Боромини считали скульптором монахов, у которых всегда были ограничения в деньгах. Когда Боромини предложили работу по возведению монастыря и церкви, то он тут же незамедлительно приступил к работе. Для Боромини предоставилась возможность показать свое мастерство со всех сторон. В 1636 году он завершил строительство монастыря и почти сразу начал работу над церковью. Но через три года деньги у монахов уже закончились. Боромини установил временную колокольню и продолжил строительство церкви только через 22 года. Боромини вернулся к работе в церковь в 1665 году. Два года плодотворной работы, затем кризис с самим собой, и он совершил самоубийство. Работу в церкви продолжил его племянник, используя чертежи своего дяди. Для реализации этого проекта у монахов ушло 70 лет. Боромини был всегда в напряжении, он отказывался от всего, работал и пытался превзойти своего соперника. Бернини выражал себя в больших пространствах, используя дорогие и тяжелые материалы. Боромини создавал свои шедевры в маленьких пространствах, избегая тяжелых материалов. В маленьком пространстве он создает изогнутые стены, а когда попадает в это маленькое пространство освещение, перспектива меняется и увеличивается. Он резал поверхности стен и ломал линии. Благородные материалы были не для него. Он отдавал припочтение кирпичу, штукатурке и гипсу. И дешевые материалы становились драгоценными в руках Боромини. Когда Боромини работал над этой маленькой церковью, одновременно Бернини заканчивал колоннаду на площади Святого Петра. У Бернини было огромное пространство для реализации идеи. У Боромини, напротив, все было скромно. Боромини создал шедевр в сжатом пространстве. Боромини очень переживал. И в этом состоянии внутреннего кризиса он покончил с собой. Говорят, что Боромини хотел быть похоронен здесь. Но монахи отказали, потому что было совершено самоубийство. И Боромини был похоронен в церкви Сан-Джованни де Фьорентини, рядом с дядей Карло Модерно. После осмотра церкви можно выйти в монастырский дворик. Он тоже великолепный. Сан-Джованни де Фьорентини. Рассмотрев убранство церкви Сан-Карлино, архитектором которой был Боромини, мы сейчас зайдем в церковь Сан-Андреа Альтверинали, также известная как Сан-Андреа Монте-Кавалло, церковь Святого Андрея на Лошадиной горе. Архитектором этой церкви был Джан Лоренцо Бернини. Две церкви двух великих архитекторов барокко находятся рядом на одной улице. Про Бернини мы очень часто говорим на наших прогулках. Он был архитектором, скульптором, художником. Это был архитектор, которого любили папы. Ему отдавались самые лучшие заказы. И поэтому, прогуливаясь по Риму, мы часто встречаем его шедевры на улицах Вечного города. Можно долго перечислять его работы. Бернини с помощью одного из своих учеников следил за постройкой церкви, строительство которой длилось 20 лет. Церковь Сан-Андреа Аль-Куиринали называют «жемчужиной барокко» из-за ее великолепного убранства. Главный алтарь великолепен. Он украшен позолоченной бронзой. А свет на алтарь поступает из умело спрятанного источника. Этим источником является окно. На стене над алтарем находится изображение мученичества святого Андрея. Святой Андрей распят не так, как Иисус или Петр, а на кресте иксообразной формы. Внутри церковь по форме напоминает нам площадь Святого Петра. К этому решению Бернини пришел из-за нехватки места. И церковь была построена в форме овала. Расстояние от входа до алтаря самое короткое. По периметру овала расположены ниши. Там находятся капеллы. Они разнообразны по форме и декоративному убранству. Стены внутри церкви одеты в дорогой мрамор. Купол церкви – это как небеса, куда может взглянуть каждый. Достаточно только поднять голову. Десять лучей, отходящих от купола, напоминают нам ветви пальм. Это символ мученичества. Купол покрыт позолоченной штукатуркой с орнаментом. Говорят, что Бернини не взял оплаты за этот проект, а его наградой была ежедневная буханка свежего хлеба, которую пекли при монастыре церкви. Сын Бернини, когда описывал биографию отца, написал, что Бернини считал эту церковь своей единственной совершенной работой. И в старости часто приходил сюда на мессы, а потом долго засиживался в ней, любуясь своей работой. В 1870-х годах новое итальянское правительство закрыло почти все монастыри. Прокладывали новые улицы, которые проходили через монастыри и сады, демонтировали здания. Новое правительство переделывало Рим на новый лад. Многие церкви в тот период потеряли смысл своего существования, и церковь Санта-Андреа-Аль-Квиринали тоже, ведь она была построена для того, чтобы проповедовать веру. Много было снесено в то время, но этой церкви повезло, и ее не снесли, потому что ее создал Бернини. Сейчас эта церковь является очень популярной достопримечательностью Рима. Сюда, на эту улицу, приходят туристы, чтобы посмотреть на архитектуру барокко двух титанов того времени – Бернини и Боромини. Даже если сейчас еще нет возможности путешествовать, занесите эти две церкви в ваш список, что обязательно нужно посмотреть в Риме, но с пометкой, что сюда нужно прийти утром. Церковь Сан-Корлино открыта только в первой половине дня. Мы находимся на холме Квиринал. В районе Квиринальского холма в IV веке до н.э. После заключения мира между римлянами и сабинянами был возведен храм бога Квирина, в честь которого и получил свое название холм. Самые яркие и запоминающиеся постройки холма за все это время был храм Сераписа. Он был возведен во времена правления императора Каракаллы. Его скульптуры до сих пор украшают Рим. И при правлении императора Константина на холме были возведены термы Константина. Так вот, вот эти пятиметровые статуи диаскуров сначала украшали храм Сераписа, а потом их перенесли в термы императора Константина, которые находились именно на этом месте. Римляне очень заботились о своем теле, и термы были их храмом. А храмы, как известно, надо украшать, и они их украшали. Так как постоянно на этом холме были лошади, этот холм еще стали называть Монте-Каваллу – Лошадиная гора. Когда в VI веке акведуки, которые поставляли воду в термы, были повреждены готами, все термы Рима, включая термы Константина, высохли и были заброшены. В средние века вы, наверное, уже догадались, что термы стали служить бесплатным строительным материалом. Их разбирали, и материал повторно использовали при строительстве дворцов. А прекрасные статуи, которые были найдены в термах, стали украшением садов. Термы были маленькими, но роскошными. Наверное, предназначались для самых богатых клиентов. Так как Папа Секст V отремонтировал акведук, в центре площади был поставлен фонтан, и рядом поместили диаскуров. Уже позже между статуями установили обелиск, который раньше стоял в Мавзолее Августа. В средние века на холме были построены церкви, дворцы, башни, а древние постройки лежали в руинах, и их мрамор стали использовать для строительства новых зданий. Папа Секст V купил на холме Кверенал виллу у семьи Карафа и сделал ее летней резиденцией понтификата. Площадь для виллы была небольшая, но архитектор Доминико Фонтано сумел возвести дворец и роскошный сад. Сейчас раз в год этот сад открывают для посещения. Этот дворец был резиденцией 30 римских пап. Здесь же во дворце прошли 4 канклава, то есть избрания нового папы. После объединения Италии здесь жили 4 короля Италии. А с 1946 года здесь находится президент Итальянской республики. Наш маршрут сегодня был очень короткий. Мы прошли всего 1,7 км. Но сколько всего интересного мы успели посмотреть? На этом наша прогулка заканчивается. Хочется надеяться, что скоро, совсем скоро откроют границы, и мы встретимся с вами в Риме. Хороших вам выходных и отличного настроения! Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ КОНЕЦ